Наша Асюша всех точней попадает метко в цель! Третьего мая я уехала на сборы, на соревнования и вот приехала только второго числа, но ко мне приезжала моя семья, там мы встречались, ну как можем, так вот и встречаемся. Ну известно, что олимпиаду отменили в двадцатом году в марте месяце, и соответственно спортсмены, которые готовились к этому уже как четыре года, это было сложные минуты для них прожить, настроиться, подготовиться к новым стартам. Медаль, она очень тяжелая, и мне всегда было интересно, сколько она весит, вот я приехала домой на кухонных весах, взвесила, 560 грамм весит она, и сразу же взвесила медаль, которую с Рио привезла, она на 50 грамм легче, то есть вот это тяжелее. Ну на самом деле эта медаль тяжелее досталась, потому что олимпиаду перенесли на год, мы не четыре года готовились, а пять лет, вот видимо на 50 грамм она стала тяжелее из-за этого тоже. Естественно поддержка семьи моей, это самое главное, если меня будет поддерживать семья, то узнать, что у меня будет все хорошо на душе, я буду спокойна за себя, за своего ребенка, и конечно же немаловажный факт, это когда друзья тебя поддерживают, пишут, там Ксюша давай удачи, там мы за тебя болеем, переживаем, даже незнакомые люди когда пишут, это тоже очень приятно, это очень прямо здорово. И после того, как мы стали серебряными призерками, очень много людей там писало мне, им огромное спасибо всем, вообще очень приятно. Самым сложным было смотреть, как Ксюше тяжело, то есть на этой олимпиаде, а на олимпиаде самое сложное было, естественно, погодные условия. 37 градусов в тени или на солнышке, а в тени больше, плюс это все. Мы один раз в один день из соревнований, мы встали в 5 утра, а приехали в олимпийскую деревню уже далеко за 9 часов вечера. Ну на этой олимпиаде, конечно же, сразу бросилось в глаза то, что она была без зрителей полностью. Иногда создавалось впечатление, что это как будто бы не олимпиада, когда мы стреляли, потому что на предыдущих двух олимпиадах там болельщики были, так кричали, там не слышно даже было, что тебе тренер говорит, как они гул такой создавали, вот, и поэтому иногда так думала, что это олимпиада, конечно, головой ты понимаешь, что это олимпиада, а так вот, то, что нету зрителей вообще было, мне как-то немножечко непонятно. С другой стороны, сильно мандража не было такого, то есть это жуть, и они нагоняли зрителей, и так более спокойно стрелялось. В каждом направлении есть свои сложности, так же, как и молодого спортсмена, привить ему любовь к стрельбе из лука, то есть направить его, подчинить его своим указаниям, так и в сборной в основной есть свои трудности, потому что там уже сформировавшиеся спортсмены, которые имеют свои понятия, ну, или как им кажется, что они имеют, поэтому без детства и сложности есть. Я, конечно же, всегда очень горда тем, что в нашем городе Лесном развивается достаточно хорошо стрельба из лука, и из нашего маленького городка спортсмены выступают на больших соревнованиях, на международных соревнованиях. Это также не только я, Виталий Попов, Русин Артем, Маша Зотова, то есть это из нашего маленького городка, как принято считать, что из маленьких городков там люди не могут никуда выбиться, да, все это неправда, и я считаю, что наоборот, людям из маленьких городков как раз-таки больше стремления где-то себя зарекомендовать, где-то там показать себя, проявить, и я очень счастлива, что у нас в секции есть такая вообще атмосфера, что у нас, в принципе, хорошо все идет в плане воспитания спортсменов. Конечно, спасибо тренеру нашему, Станиславу Деньшу Попову, это все его заслуга. Безусловно, будет наплыв молодых спортсменов в этом году, я думаю, в Екатеринбурге тоже будет, да и по всей России, безусловно, это две медали, которые завоевали Елена Осипова и состав команды сборной России, они дадут толчок для развития стрельбы из лука в России. Мы в 23-м году готовим уже соревнования в Универсиаду в городе Екатеринбурге. Мы хотим провести в 22-м году чемпионат России в Екатеринбурге, чтобы это было уже как бы не только нам всем известно, но и корреспондентам, и начальству, чтобы все знали, что такое стрельба из лука. Честно говоря, прям как есть в голове, вот так же отвечаю везде. А сейчас у меня одна только вообще мечта – это отдохнуть, чтобы я спокойненько со своей семьей отдохнула, ни о чем не думала, а дальше уже посмотрим. Во-первых, мне надо еще подлечить свое плечо, потому что у меня болело плечо на протяжении полугода. Я его лечить как могла, лечила, но, сами понимаете, спорт высших достижений не дает времени на лечение плеча. Соответственно, вот сейчас мне нужно отдохнуть и начать заниматься своим здоровьем еще. Дальнейший план, не знаю, говорю, как-то... Ну, эта Олимпиада закончилась, и у меня появилась дикая усталость вообще. Ну, видимо, все тело, организм, он расслабился, и все. Вот, и сейчас я только хочу отдыхать и ничего не делать. Так, очень красивая медаль, и очень дорогая, и для меня, и очень тяжелым трудом досталась, и я рада, что я смогла привезти награду с Олимпийских игр. Субтитры подогнал «Симон»!